Анатолий Эдуардович, в прошлый раз мы приезжали, я заметил при входе на вывески, висело три этажа, что здесь в проектно-конструкторском предприятии, и вижу, что сейчас уже еще один этаж добавился, и вижу, что новые сотрудники появляются. То есть само предприятие, оно растет. Вот в чем вообще ценность этого предприятия? Конечно же, такой вопрос, это самое главное, я понимаю, но вот для наших партнеров, акционеров, вот буквально 10 слов. Здесь находятся разработчики, то есть те, кто доводит идею, концепт транспортного средства, путевой структуры, системы управления, до рабочей чертежи, по которой можно строить вот эти комплексы, грузовой, городской, высокоскоростной, сертифицировать и выходить с этим продуктом на рынок. И без разработки рабочей документации, естественно, невозможно что-то изготовить. И ценность в том, что это как бы наше богатство, потому что именно здесь создается индивидуальная собственность, которая и стоит, собственно, большие деньги. И то, что другие вкладывают в это тоже большие деньги, ну, как пример, например, для того, чтобы создать самолет А-380, это самый большой аэробус сегодня в мире, разработчики, это участвовали Англия, Германия, Франция, разработка была уложена в 12 миллиардов евро, в рабочую документацию. Для того, чтобы сделать поезд на моих подушке, они вложили транспорт в разработку, где-то 60 лет времени, 6,5 миллиардов евро. То есть чудес не бывает, нельзя одному, двум, трем человекам сделать такой сложнейший комплекс свободы. Поэтому, да, сейчас у нас находится около 100 конструкторов, мы растем, потому что этого количества недостаточно. Когда пойдет деталировка, то на каждый узел нужен свой конструктор. А сколько сейчас на данный момент конструкторских бюро? Сейчас 15 конструкторских бюро и около 100 конструкторов. Вообще-то мы планируем довести где-то до 200 конструкторов и где-то будет 20-22 конструкторских бюро. Это вообще к какому времени планируете? Ну, это в конце этого года, в начале следующего года. Когда мы уже выйдем на площадку и начнем строить и изготавливать, нам же нужно, допустим, не только поставить опоры, натянуть струну, сделать рельс, построить станцию, надо заказать изготовление подвижного состава. Это городской юнивус, высокоскоростной юнивус. Это юникар для перевозки грузов. И изготовителю, это наши партнеры, ряд заводов, которые сейчас выпускают автомобильный транспорт в основном. То есть мы должны представить им рабочую документацию, которую нужно изготовить. Это, ну, стопка, если от полу взять, вот такая стопка четежей была, не меньше. Потому что даже вот я показывал четежи на испытательный стенд в Озерах, там вот такая стопка была четежей, а там был просто стенд. И вот эту документацию здесь мы изготавливаем. При этом это можно сделать только на профессиональном уровне, только теми специалистами, которые знают и умеют проектировать такую сложную технику. Здесь очень опытные кадры. И надо сказать, что Беларуси, она, Беларуси была создана самая сильная школа автомобилестроения в СССР. И до сих пор Беларуси лидирует в СНГ в этом направлении. Например, такие автомобили, самосвалы, как БелАЗ, в России не выпускаются. Они уже сейчас в Беларуси выпускают где-то 500-тонную машину. Такие машины, например, как колесный тягач. Представьте себе 16 колес, все колеса поворотные, все колеса приводные. Сверху лечит ракета с весом 100 тонн. И эта машина идет по болотам. В России тоже, например, не выпускаться. Такой машины даже нет в Соединенных Штатах Америки. И вот на базе этих конструкторов, я вытянул лучших конструкторов, что там стоят на школе Беларуси, они работают сейчас у нас. То есть это очень опытные специалисты. Поэтому у меня нет сомнений, что мы сделаем то, что планируем сделать, сделать качественно и в срок. Понятно. Но сегодня мы планируем пройтись вообще по всему проектно-конструкторскому предприятию, познакомиться с руководителями, вообще узнать, за какие фронты работ, за что они отвечают и что они делают. Вот, пообщаться. Спасибо вам. Только просьба не снимать читежи и не снимать мониторы. Соответственно. Много содержится закрытой информации, только общий интервью и общий вид. Хорошо? Юрий Алексеевич, приветствую. Добрый день. Расскажите нам вообще, вот за какое подразделение вы отвечаете, что входит в ваши обязанности, в ваш фронт работ, да и насколько важна вообще ваша работа. Я являюсь главным конструктором транспортных сооружений, инфраструктуры и оснастки. В это главное управление входит 3 КБ. КБ, данное вот здесь представлено, это КБ оснастки и технологического оборудования, приспособлений. Второе КБ, это КБ транспортных сооружений, непосредственно то, по чем едет наш Юнибус, транспортные, скажем так, средства, грузовое, пассажирское, высокоскоростное. Третье КБ, которое входит в управление, это КБ элементов путевой структуры, который занимается проектированием именно элементов транспортных сооружений и различных. Это идет речь о стрелках, вокзальных приспособлений каких-то, приспособлений для того, чтобы обеспечить комфортный проезд, посадку в наше транспортное средство в Юнибус, в частности. Ну, вот этих три основных направления, три КБ созданных, скажем так. Существует четвертое КБ инженерных расчетов, которое, скажем так, занимается обеспечением инженерных расчетов всей, скажем, нашей проектной организации. Это как и расчеты необходимых, скажем, силовых каких-то конструкций тоже того же транспортного средства Юникара, Юнибуса, транспортные наши эстакады при необходимости, строительных каких-то, возможно, там расчеты проводятся. Это вот основные отделы нашего управления. Мы его непосредственно то, которое направление я отвечаю, скажем так. Если, как я говорил, вот это как бы рассматривать, руководителем ее является Максим Няненков, он начальник КБ, который, в частности, занимается проектированием сейчас испытательного оборудования, приспособлений для того, чтобы можно было нашу структуру построить наиболее простым, дешевым способом, обеспечив необходимые параметры по натяжению наших, там, каких-то там элементов, по их приварке и так далее, и тому подобное. Да, безопасность. Также безопасность. Ну, безопасность это превыше всего. Вот, я знаю, что здесь у вас несколько кабинетов. Да, давайте пройдемся просто, вкратце, буквально полторы-две минутки. Отвлекать не буду от работы. Здесь находится КБ транспортных сооружений, сотрудники которых занимаются проектированием непосредственно тех путевых структур, по которым ездит наш Юнибус. Это термичные строения, это рельсо-струнная наша, скажем так, структура, опоры, на которых все это стоит, анкерные станции, вокзальные сооружения. Здесь все это проектируется. Здесь работают ведущие инженеры. Павел Марчук, Калоша Максим Владимирович, есть другие сотрудники, красота наша, Екатерина Геннадьевна, Трубченко, Терентий. Это вот те сотрудники, которые реализуют нашу путевую структуру в общем. Как и полигонный образец, они продолжают проектировать его, так и решения для общих, скажем так, транспортных наших комплексов трех. Это городской, высокоскоростной и грузовой. Здесь же находится у нас КБ инженерных расчетов. К сожалению, сейчас в служебной командировке руководитель его это Пранкевич Сергей. Он у нас будущий кандидат технических наук. Сейчас занимается повышением квалификации. Присутствует у нас сейчас, к счастью, на рабочих местах. Это Хлебус Александр, Трухнов Алексей, они ведущие конструктора. Они обеспечивают нам инженерные расчеты для всех наших конструкций. Как строительных, так и путепроводов, фермы, как я говорил, рельсо-струнные элементы, опоры, так и сооружения какие-то, вокзалы. Анкерную опору можно назвать сооружением, которое принимает наши, скажем так, основные нагрузочные воздействия. Это КБ обеспечивает не только нас расчетами, имеется в виду инженерными, но и подвижный состав. Оно работает на всю, скажем так, проектную нашу организацию в общем. Они считают и тормоза, и колеса, рассчитывают вернее, помогают нам принимать правильные решения с математической точки зрения, с точки зрения нагрузок и всего остального. Анатолий Дардович вот присутствует здесь. Анатолий Дардович, два слова о том, что можно сказать. Мы сейчас открываем узел, который я хочу показать, расчет. Сейчас мы находимся в бюро инженерных расчетов. На мониторе, например, видна струнная ферма, расчеты которых мы сейчас осуществляем. Это жесткий путь для высоких скоростей движения, до 500 км в час. И для того, чтобы определить, можно ли вот такую эстакаду строить, мы должны быть уверены в том, что здесь будет допустимое напряжение, напряжение, которое не выше допустимых для мостовых конструкций. Поэтому здесь идет нагружение как подвергной нагрузкой, так и температурами, с вероятностью раз в 100 лет, подвергным составом, ветровой нагрузкой. И есть, например, требование к мостовой конструкции, что они должны, у них должен быть срок службы не менее 100 лет. И самое слабое место подобного рода конструкции – это сварные швы. Потому что из-за циклической нагрузки появляются трещины, концентраторы напряжения в шве, и происходит разрушение конструкции. Как пример, вот насколько это важно, я могу привести случай из авиации, когда начали делать, вот в Боин, в частности, цельнометаллические самолеты, то однажды один из самолетов в полете просто развалился в воздухе, все погибли, пассажиры. Начали, остановили все остальные полеты, начали изучать, что произошло. И оказалось, что очень простая причина. Тогда делали иллюминаторы, просто выпиливали в алюминии квадратное окошко, и в углах, в острых углах этого окошка иллюминатора были концентраторы напряжения, появлялась трещина, которая росла, а потом эти трещины объединились в корпусе, и корпус просто развалился в воздухе. Вот тогда поняли, что концентратор напряжения – это серьезная вещь, надо обязательно учитывать. И поэтому при расчете сварных швов мы не просто считаем швы сварные, мы ищем концентраторы напряжения, чтобы изменить конструкцию так, чтобы самое максимальное напряжение в концентраторе были меньше допустимых напряжений. Вот как пример можно показать здесь этот узел. Давайте я сейчас увеличу сварный узел, покажу. Палочная конструкция, отдельно потом добавлялся кусок, чтобы посмотреть именно сварную конструкцию. Вот сейчас сварные швов. Вот видим, что здесь он концентрат напряжения, красненький, да? Да. Но тем не менее это не опасно напряжению, потому что самое максимальное напряжение – 200 кг на квадрат сантиметр. Вот мы можем гарантировать, что эта конструкция простоит 100 лет. Потому что, например, при статистическом нагружении напряжение в сварном шве допустимое – это 2000 кг на квадрат сантиметр. А когда многоцикловая нагрузка, 100 миллионов циклов нагрузок, то допустимое напряжение где-то 500 кг на квадрат сантиметр в сварном шве, а у нас 200. Значит, мы гарантированно построим эту конструкцию, она постоит 100 лет. Это как пример сложнейших расчетов. Вот чтобы получить одно значение, нужно решить несколько миллионов уравнений. И здесь используются очень сложные программы. В данном случае у нас не иностранные, а антис. Это американская программа расчетная. По ним считают самолеты, мосты, небоскребы, шаттлы космические. Это серьезная расчетная программа. Это то, что мы можем показать, потому что этот узел, сварной узел, он не основной, но очень важный. Мы находимся в КБ элементов путевой структуры. То КБ, которое занимается проектированием элементов, необходимых для обеспечения полного функционирования наших транспортных систем, грузовой, высокоскоростной, городской, стрелочные переезды, переезды в различные, скажем так, технологические сооружения, в депо, в какой-то отстойник. Это КБ занимается обеспечением различных дополнительных, скажем так, необходимых для полного функционирования грузовой системы, например, тоже приспособлений, натяжения, разгрузка, погрузка. Проектироваться здесь будут элементы вокзальные, различные приспособления для того, чтобы пассажиры могли комфортно. Тут же высокоскоростной и небос здесь, пассажирский. Работают здесь довольно профессиональные люди. Михаил Михайлович, вот конструктор наш. Юрий Антонович, руководитель КБ, является ответственным за все, скажем так, те задачи, которые я озвучил вкратце. То есть, другие сотрудники, к сожалению, сейчас географически находятся в другом месте. В рамках нашей работы организовываются специальные, скажем так, рабочие группы. То есть, в рамках этой группы какая-то команда создается, которая решает наиболее сложные или условно необходимые сейчас задачи. Поэтому здесь еще работают у нас Качан Максим. Он сейчас, к сожалению, не присутствует. И другие, скажем так, сотрудники, которых вы можете видеть чуть дальнейше. Благодарю Юрию. Максим, буквально в трех словах, вообще вот расскажите о своей зоне ответственности, да, что у вас конкретно, да, чем вы занимаетесь. Ну и представьте сотрудников так, чтобы их люди, героев наших в лицо знали. Наши КБ занимаются разработкой испытательного оборудования и технологической оснастки. Испытательное оборудование, оно предназначено для испытаний как элементов путевой структуры, так и элементов и подвижного состава. И потом это будет полностью весь подвижный состав, тоже будут какие-то моменты испытываться для того, чтобы обеспечить в первую очередь безопасность, а во вторую очередь долговечность транспортного средства и путевой структуры. Технологическая оснастка, она включает в себя большой комплекс приспособлений, оборудования, которые предназначены будут для строительства путевой структуры. Также изготовление отдельных деталей, изготовление, сборка самого транспортного средства. Ну и масса еще всяких приспособлений, которые будут облегчать жизнь рабочей сборки при строительстве всей этой системы структурных. Благодарю. Познакомьте с сотрудниками. Наше КБ, оно представлено все, в этой комнате находится. Есть Алексей Стриженков, он ведущий инженер-конструктор. Виталий Лобковский, он инженер-конструктор первой категории. Напротив меня сидит Андрей Саманович, он тоже инженер-конструктор первой категории. Рядом с ним Ирина Анатольевна Мурок, она является тоже инженером-конструктор первой категории. И Вячеслав Бабушкин, он ведущий инженер-технолог. Он оказывает в данном конкретном случае технологическую поддержку, технологическую проработку всех тех вещей, которые мы разрабатываем. Благодарю вас. Все понятно. Спасибо. Идем дальше. Мы находимся в кабинете главного конструктора грузового транспортного комплекса Савченко Вадима Владимировича. Вадим Владимирович, скажите, что входит в вашу зону ответственности, чем вы конкретно занимаетесь? Ну, я веду проект грузового транспортного комплекса. В задачу мы входит разработка именно направления, то есть куда нашим отделам двигаться, что именно мы должны разрабатывать. Все это вместе с совокупностью составляет транспортный комплекс. Ну и, соответственно, вот эти части, которые каждая делает, занимается, нужно контролировать ход выполнения этих работ. С тем, чтобы мы вложились в лице в график и, согласно утвержденного плана, вышли на полигон. То есть сейчас, к тому же, у нас некоторым образом мы... До этого были у нас достаточно общие разработки. И сейчас мы выходим конкретно на полигон, есть земля, которую нам выделяют. И мы уже применительно к этим условиям нашу систему дорабатываем немножко с тем, чтобы летом следующего года на полигоне наш прототип поехал и функционировал. Ответственность у вас высокая. Желаю вам успехов. Спасибо. Мы находимся в кабинете главного конструктора управления подвижного состава Чуканова Дмитрия Николаевича. Дмитрий Николаевич, расскажите вообще, что в вашу зону ответственности входит, чем вы занимаетесь, за что конкретно отвечаете? Я курирую все работы, которые производятся в наших КБ. Это КБ шасси, КБ компоновки. И, соответственно, вся информация по подвижному составу сосредоточена, так скажем, почти в одной голове. Поэтому все, что происходит в соседних помещениях, вот вчера у нас было совещание по грузовому транспорту. Были некоторые решения приняты, которые, на первый взгляд, кажутся не совсем такими, как бы, правильными. Но, тем не менее, они позволяют решить проблемы, которые, на наш взгляд, появятся в дальнейшем. Если эта тема развивается в том виде конструкции, которую мы разработали, она будет использоваться, то, возможно, что-то по ходу дела придется менять. Поэтому вся наша работа и сводится к тому, чтобы оценить множество решений и выбрать из них самое удовлетворяющее всем нашим требованиям. Ну, соответственно, понятное дело, что каждое утро встречаемся с сотрудниками, которые занимаются всеми этими работами. Ну и по ходу дела происходит обсуждение именно технической стороны всей нашей работы. Вот в основном и заключается работа, чтобы координировать действия всех сотрудников. Дмитрий Николаевич, желаю вам успехов. Спасибо. Дмитрий Николаевич, расскажите о конструкторском бюро, именно об этом, где мы сейчас находимся. Чем занимаются конструктора, что они делают, что проектируют. И, если можно, еще хотелось бы, чтобы вы представили ребят, чтобы страна знала своих героев. Хорошо. Мы находимся в КБ силовых приводов. То есть, эти люди, которые вы видите здесь, занимаются созданием электрических трансмиссий для нашего подвижного состава. Ну, вот человек, в частности, Сергей Рудько, занимается у нас силовыми расчетами. То есть, чтобы знать, сколько надо мощности привожить к чему-то, чтобы оно ехало быстро или, наоборот, медленно. Андрей Крупец. Чем Андрей у нас занимается? Андрей в данный момент занимается только съемниками, потому что транспортные средства наши электрические, и электричество надо подводить. Валюк Виталий. Занимается у нас тепловыми расчетами. Это система охлаждения, радиаторы. Ну, процесс идет в нужном русле, и все люди знают, что делать. Олег Дербенев занимается у нас именно приводами для грузового транспорта. Андрей Щербич. В данный момент занимается конструкцией электромотора, который мы встраиваем в колесо. Так называемое мотор-колесо. Ну, на сайте уже не раз эта конструкция была представлена. Поэтому, вот, немножко рассказав, вы имеете представление, что вот, такой небольшой коллектив занимается достаточно серьезной работой и очень плодотворно, потому что те результаты, которые сейчас нами достигнуты, в общем-то, нас удовлетворяют. Приятно было познакомиться со всем коллективом. Вот, желаю вам успеха. Благодарю. Спасибо. Мы находимся в кабинете начальника КБ Кузовов, Вербицкого, Андрея Александровича. Андрей Александрович, расскажите вообще про Ваше КБ, чем Вы занимаетесь, насколько это важно вообще в достижении нашей общей цели, да, и какие функции вообще несет Ваша работа? Здравствуйте. Нашей КБ, как было сказано, занимается все, что связано с кузовом. В общем, большую часть это связано с интерьером, с экстрерьером, с расчетами, которые требуются для того, чтобы кузов был безопасным. С учетом того, что это должно быть и качественно, и, в общем-то, неэффективно, и недорого. То есть, мы решаем достаточно много оптимальных вопросов. Поэтому так как-то обрисовать узкие задачи достаточно сложно. Тем не менее, наши ребята, все конструктора, которые здесь находятся, они уже прошли хорошую школу, все занимались в автомобильной промышленности. Поэтому для них это не новость. Ну, единственное, что, конечно, такой транспорт, это достаточно специфический, пришлось немножко больше изучить. Стараемся сделать эффективный, хороший транспорт. Все, что касается кузова. Андрей Александрович, Вы здесь в кабинете, я вижу, с конструкторами. Представьте кого-нибудь. Давайте, ну, зададим пару вопросов. В частности, вот могу представить Вам Александра Калинетенко. Он достаточно успешно занимается расчетами наших узлов и деталей. Как с помощью компьютерных программ, так и просто с расчетами. Расскажите Вы о своей работе. Что в Вашу зону ответственности входит? Непосредственно в зону ответственности входит изготовление каркасных изделий. То есть, непосредственно каркасы для наших систем. Рассказы, розовые. Ну, и непосредственно идет оптимизация этих конструкций путем расчета. Исходя из полученных данных расчетных, мы оптимизируем эти системы, консультируемся между собой. И приходим к каким-то выводам, стоит ли нам продолжаться двигаться в этом направлении. Либо двигаться в абсолютно новом направлении, применять другие материалы. Благодарю Вас. Желаю Вам успеха. Всего доброго. Спасибо.